Всем привет! С вами снова я, Илья. И сегодня мы займемся исследованием багов. Мы, так сказать, проникнем на более продвинутую территорию, которую обычно не говорят на курсах, ну потому что это может быть в продвинутых курсах, на обычных не говорят, и в роликах в интернетах тоже не сильно-то освещают эту тему. Какая у нас ситуация? Мы нашли регрессию. К примеру, мы делаем какой-то тест, или работаем с нашей программой, неделю назад все было хорошо, мы это делали, проходили. Сейчас прошли, появилась какая-то проблема. Ну, допустим, краш. По сути, неважно какая именно. Мы это дело запостили. И вот здесь у нас обычно на курсах тоже рассказывают, что вот там нужно добавить скриншоты, там видео, логи, все, вот это все классное дело, как писать тайтл, шаги, вот, и все. И, в общем-то, как бы здесь наша задача закончилась. Не всегда. Если у вас маленькая команда, ну, там, допустим, пару девелоперов, то это обычно, да, запостились. Может быть, даже сказали, там, Серега, там, ну, или кто-то, кто там у вас, смотри, тут такая проблема. И он, там, допустим, что-то с ней сделал. Вот. Но если у вас чуть больше команды, а если еще и команды, то есть, там, допустим, у нас, там, около тысячи человек девелоперов, ну, в R&D занятых, и очень много команд, все, допустим, работают с одним репозиторием, с несколькими, ну, допустим, это один большой, и вы нашли регрессию, допустим, которая была занесена неделю назад. Ну, вот вы знаете, что неделю назад ее не было. И уже очень много чего происходило за это время, на самом деле. И вы, ну, как бы, можете запостить, просто запостить, и вот здесь есть такой момент у нас, например, тебе нужно в Unity, да, тебе нужно указать, к какой команде это относится. Иногда это довольно очевидно, особенно, там, с крашами, там, у них есть call stack, да, мы можем посмотреть, какие функции вызывались, и приблизительно, и зная, что мы делали, приблизительно определить. Но не всегда мы угадаем. Это раз. Во-вторых, ну, да, в основном проблема здесь в том, что мы можем не угадать. Действительно, это не так просто указать, какая конкретно команда, так сказать, должна это пофиксить. Ну, если, если это не указать правильно, то тут зависит от того, что произойдет дальше. Например, ребята смотрят, допустим, раз в неделю на баге. Или, там, кто-то заболел, кто именно, там, конкретно за этот баг должен был, как бы, отвечать. А потом они обнаружат, что это не они, как бы, там, проведут исследование, перекинут это на другую команду. А те тоже подумают, ой, оно может плавать. Здесь нам, нам поможет то, что это регрессия. То есть, что с этим делать? То есть, ну, как бы, для джуна, конечно, запостил, я молодец, да, то есть, все круто. У нас нет. Мы хотим помочь нашим кастомерам, потому что, естественно, страдают они. То, что там наши девелоперы заняты и так далее, никого не волнует. Чем дольше баг в системе, тем больше человек может либо с ним столкнуться, ну, как-то от него пострадать. Мы, как тестировщики, не можем этого допустить. Вообще вот просто никак. Что будем делать? Мы будем его исследовать. То есть, нам, да, действительно такой флаг, это регрессия. О чем это нам говорит? Сейчас все современные разработки занимаются, используют version control систему. VCS. Разные системы, в основном гид у народа. Ну, у нас есть Mercurial и гид. Я в основном Mercurial люблю, ну, так получилось. вот, и это отличное кладезь знаний. Вот, просто о нашей разработке, да, ну, о любой разработке, потому что все изменения, они находятся там. Именно ее мы сегодня и используем. Мы будем первые использовать метод, называется bisection. У нас есть даже википедия, у нее тут есть описание, что это. Прям шутку, вот, как бы, вот. Что здесь написано? Здесь говорят то, что вообще репозиторий, в нем находятся последовательные коммиты изменений в нашей программе. В чем очень важно, что это последовательно. И что, и что это нам рассказывает о том, что мы можем всегда найти тот коммит, который за, как бы, внес эту проблему нашу, которую мы обнаружили. Мы знаем, что это регрессия, то есть ее сначала не было, потом она появилась. То есть где-то вот между вот этими, это неделя, которую мы знаем, что неизвестная территория, то есть неделю назад не было, сейчас есть, где-то там было это внесено. Как это найти? Можно брать каждый, ну то есть давайте посмотрим, как это выглядит. Ну я возьму, конечно, самый маленький в свою программу. Ну естественно, что я не могу показывать то, что у нас там в репозитории делается на работе. Вот, но допустим, допустим, вот это возьмем, да, game.dev testing. Я открываю, вот у меня тут написано коммиты, которые были, развивается моя программа. Это, кстати, игра, по-моему, да. и вот допустим, здесь я обнаружил, вот сейчас эта версия, которую я использую, я обнаружил, что есть проблема. А вот здесь ее не было. Да, то есть я могу сделать как, а их может быть намного больше, естественно, особенно если там у вас работает много людей, и тут будет очень много всего. И вы можете каждый брать, его собирать, вот этот проверить, собирать вот этот, вот этот, это будет долго, понятное дело. Поэтому есть метод, который называется bisection. Это математический метод. С чем суть? Мы делим вот этот диапазон, который мы знаем, вот этот вот, допустим, вот этот между ними, делим на два, и допустим, получаем где-то вот здесь. Мы собираем вот эту версию, проверяем, ага, допустим, не воспроизводится, то есть здесь где-то было. Да, опять делим на два, и проверяем. Если воспроизводится, то есть где-то здесь, между вот этими двумя. То есть мы, в зависимости от результата нашего проверки, идем либо вверх, либо вниз. Есть даже вот в Меркурио, я думаю, в ГИТе то же самое, есть автоматический. так бы, оно находит эту среднюю, как бы, разделенную на два ревизию, находит автоматически. Вы просто собираете и говорите, проверяете, говорите, да или нет. То есть, как бы, хорошая ревизия или плохая. Можно делать это вручную. Найдя такой вот коммит, мы знаем, кто это сделал, какой, так сказать, человек это сделал, и можем либо с ним напрямую говорить, либо узнать, в какой он команде, если мы этого не знаем, и на ту команду нам повесить этот баг, сказать, что я нашел, что вот этот коммит как бы, внес эту проблему. Бывает так, что это не обязательно, что именно этот человек эту проблему сделал, он, может быть, написал код, который вскрыл проблему, которая раньше была, как бы, скрытая, то есть, hidden. Вот, он написал код, который, как бы, сам по себе проблемой не является, но он вскрывает чужие проблемы. Но, обычно этим уже занимаются девелоперы дальше. То есть, ты, как бы, сказал, но часто, очень часто именно этот человек, он его и пофиксит. И чем быстрее вы ему об этом сообщите или его команде, тем лучше, конечно же. Вот, это у нас bisection. Есть второй вариант, когда мы можем, то есть, это может занимать очень долгое время. Допустим, у нас Unity собирается на вот этой вот мега крутой машинке, которая у нас, Alignware, минут 15. На обычных машинах где-то 30-40. То есть, и, наверное, может даже больше. То есть, зависит от мощностей, но даже 15 минут собрать одну ревизию, это долго. То есть, если здесь, допустим, у нас будет большой промежуток между ними, то, допустим, тестов 10-15 у нас может произойти. И можете по нескольку это собрать, потом надо проверить, потом опять собрать, проверить. Ну, короче, это довольно долго. Есть вторая ситуация, тоже связана с version control системой, что мы можем использовать. Например, у нас в Unity, вот, у меня открыт здесь проект мой, это здесь сообщение, но, допустим, здесь вылетает какая-то null reference, она упадет сюда, и что классно, у нее есть как бы путь, вот откуда это у нас появилось. то есть, я знаю, в каком файле это изменит. То есть, ситуация точно такая же. У нас есть регрессия, неделю назад не было, сейчас есть, но в отличие от предыдущего версии, когда, допустим, это был crash, сейчас мы знаем, откуда это появилось, допустим, это exception. или если у нас, допустим, у вас консоли нет, у вас, но есть логи, то вы можете пойти в лог, вот у нас тут тоже есть в Unity логи, мы можем пойти в лог и прямо посмотреть, вот я уже, ой, уже выбрал, ищем наш сервер старт, это, допустим, здесь будет null reference или что-то, чего-то там, чего нам не нравится, оно будет написано в логе и точно так же я знаю, могу найти какой файл. Учитывая, что все файлы у нас, ну это файл, естественно, с кодом, то есть они у нас в version control системе занесены, вот, ну это я в Unity, сюда я тоже не полезу, мы полезем опять сюда, в наш тестовый, такой, и игра такая, вот мы заходим сюда, допустим, из этого файла, мы знаем, что там с линией какой-нибудь 30-й, да, у нас есть такая замечательная возможность посмотреть annotate files, в gt это blame, по-моему, и тоже там есть annotate, annotate, вот, и что удобно, здесь, конечно, только я работал на этой игрой, и вот, допустим, если мы знаем, ну, допустим, 25-я линия, да, мы знаем, что в этом файле из 25-й линии летит там какой-то exception, и мы смотрим, что вот какой-то вот этот вот человек, хороший, нехороший, неизвестно, внес вот это изменение, которое сейчас выдает нам exception, вот, допустим, это было вчера, к примеру, да, все остальные изменения тоже, и кто здесь, ну, могут быть другие люди, и даты разные, да, когда были изменения внесены, очень удобно, то есть, когда мы знаем, из какой линии, мы сразу смотрим, ага, вчера было внесено, мы уже знаем, что этот человек это сделал, да, мы можем даже потом найти отсюда, как, из какой ревизии, например, здесь он говорит, 205-й, да, вернуться, допустим, сюда, посмотреть, там, 205-ю ревизию, вот это вот она, где-то тут у нас должен был сервер-раннер, вот, тут была внесена вот эта линия, то есть, мы можем вот так вот прыгать, по этим знаниям, но теперь, опять же, мы знаем, что вот этот человек внес вот это, то есть, нам не нужно было bisect, мы через файл, мы знали, из какого файла, нашли annotate, какие были изменения к файлу, нашли ревизию, либо там указан человек, который эти изменения сделал, опять же, очень удобно, и поверьте, ваши программисты будут вас ценить намного более, как бы, когда вы начинаете говорить с ними на одном языке, используя те же инструменты, которые используют они, для того, чтобы уйти глубже, потому что просто запустить баг, уже на самом деле довольно, ну как, это хороший, это очень большой шаг, это 80% наверное проблемы, но если это регрессия, вы можете сделать больше, почему, потому что вы знаете, что, где искать, так сказать, возможно, есть еще какие-то инструменты, было бы очень классно, если вы могли бы это сказать мне, и написать в комментарии, потому что я об этом тоже узнал не так вот давно, ну года два, наверное максимум, и если бы я до этого знал, я бы тоже, наверное, обопользовался, и уже приносил бы счастье в нашу команду, еще больше, с большей силой, вот, так что, если знаете какие-то еще методы, вообще будет супер, поделитесь, пожалуйста, я буду тоже использовать, да, а на сегодня все, так что, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok